Всем привет! И сегодня мы посмотрим, как живет самый обычный человек в Турции, и как начинается и проходит его день. Назовем мы этого человека одним из самых распространенных имен в Турции – Мухаммед. Итак, поехали! Просыпается Мухаммед в 5 утра, так как в это время идет призыв на молитву, и раздается этот призыв из динамиков, расположенных на всех мечетях Турции. Таких призывов за весь день будет около 5, и поэтому не услышать их просто невозможно. Просыпается Мухаммед в своей квартире, которая достаточно больших размеров, так как в Турции однокомнатных квартир не так уж и много, а больше квартир 3-4 комнатных, достаточно большой площади. В квартире присутствует некий минимализм, как и у многих жителей Турции. И самый большой недостаток такого жилья – это отопление. Зима в Турции хоть и короткая, но она есть, и отапливать такую площадь приходится печками-буржуйками, или по-турецки печка-соба, которые устанавливаются на зиму в нескольких комнатах. Такое отопление – это самое большое неудобство для квартиры, достаточно большой площади. Далее, переделав свои утренние дела и позавтракав, например, яичницы Минимен, как ее готовят в Турции, такое видео есть на нашем канале. Сейчас вылезет подсказка, также есть ссылка внизу экрана. Мухаммед отправится на работу, и самая распространенная работа в Турции – это торговля. Торгую здесь везде и всем, так как даже в нетуристических городках огромное количество всяких магазинов и небольших магазинчиков. Конкуренция просто огромная, и поэтому, чтобы продать, это еще нужно постараться. На протяжении рабочего дня, в отсутствии клиентов, Мухаммед проводит время за чашечкой чая, как и многие жители Турции. Помимо работы, Мухаммед посещает магазины, такие как BIM, A101, SHOK, Tachtakale, Migros. Ну а если это рыночный день, то нужно закупиться на рынке на несколько дней, так как на рынке овощи и фрукты всегда свежие и по более выгодной цене. Кстати, в Турции на рынках ходят с сумками на колесиках, чтобы можно было закупиться всего побольше. Пообедает Мухаммед с Симитом или в кафе Чурбой, так как это недорого и достаточно вкусно. Кстати, как готовить суп-пюре Чурба, есть видео на нашем канале. Подсказка сейчас выйдет в углу экрана, также будет ссылка внизу в описании. После рабочего дня, Мухаммед, как и многие жители Турции, любит посидеть на балконе с чашечкой чая. В Турции обычно большие балконы, да и климат и отсутствие надоедливых насекомых позволяют это сделать с довольно большим комфортом. На балконах стоят диваны или кресла. Это все не упирается, так как дожди в Турции редкое явление. Мух и комаров в Турции мало, так как очень часто на улицах городов и даже междугородних трассах можно увидеть специальные машины, которые распыляют стрельства от вредителей. Мухаммед имеет автомобиль, как и многие жители Турции. И как обычно, он выглядит как-то так. Старенький, но хорошо сохранившийся авто. А сохраняются авто хорошо, потому что достаточно сухой климат и отсутствуют реагенты. А бензин в Турции в половину дороже, чем в России. На момент съемки видео его стоимость в районе 75 рублей за литр. Вечером Мухаммед с семьей сходит в популярные места города, чтобы поговорить со знакомыми или просто насладиться видами. Далее он сходит в кафе, чтобы поужинать или просто посидеть за чашечкой чая, как и многие другие жители. Вернувшись домой около 10 вечера, он услышит еще один призыв к молитве. Примерно вот так проходит будничный день простого жителя Турции. Ну а в выходной день Мухаммед отправится на пляж, если он живет недалеко от моря. Или же в один из многочисленных парков, которые есть даже в маленьких городах Турции. Парк, скорее всего, он посетит не с пустыми руками, а взяв с собой мясо, фрукты и овощи, а также большой термос чая. Так как застолье со спиртными напитками явление довольно редкое. К тому же жители Турции большие любители чая. Такие парки оборудованы всем необходимым, а чтобы иметь представление о том, как выглядят парки, можно посмотреть видео. Подсказка появится в углу экрана. Примерно так выглядит один день из жизни обычного человека в Турции. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Также написать свое мнение по этому видео в комментариях, я отвечу всем. Ну а на этом я буду заканчивать. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!